Новые соседи по даче на своем участке оборудовали видеонаблюдение. Камера оказалась направлена на дом Дениса Ивановича. Мужчина беспокоится. Куда обратиться с жалобой на нарушение неприкосновенности частной жизни? И есть ли шанс, что камера будет демонтирована? Обратиться можно в Роскомнадзор. Он уполномочен рассматривать обращения о нарушении прав в области персональных данных. Также следует направить заявление в Следственный комитет, чтобы там проверили факт незаконного сбора информации о частной жизни. Кроме того, вы вправе обратиться в суд с иском о понуждении соседей демонтировать камеру и об удалении информации с уничтожением материального носителя. Михаил Николаевич заказал в ресторане салат с креветками. Однако блюдо ожиданий не оправдало, показалось невкусным. Есть его мужчина не стал, но заказ по просьбе администрации заведения все равно оплатил. На будущее интересуется, можно ли поступить иначе и не платить за еду, которая не понравилась. Отказаться от блюда, если оно показалось невкусным, нельзя. Это субъективное мнение. Кому-то нравится, кому-то нет. Другое дело, когда причины объективные. Например, вы заказали салат с креветками, но официант принес овощной. Либо если есть вопросы к качеству и свежести продуктов. Или в тарелке обнаружены инородные предметы, допустим, волосы. В подобных случаях вы вправе потребовать бесплатной замены блюда на качественное или уменьшение стоимости. Полина Самойлова купила квартиру. Через день обнаружила – стены в комнатах и на кухне влажные. Застройщик сказал, что это шпаклевка, и она скоро просохнет. Через неделю из-за сырости образовалась плесень. Девушка беспокоится. Что теперь делать? Независимо от того, подписан акт приема передачи или нет, покупатель имеет право идти в суд, так как мог не знать о скрытых дефектах при подписании. Поэтому направьте претензию застройщику и требуйте комиссионный осмотр. Если полагаете, что застройщик начнет уклоняться от решения проблемы, проведите экспертизу и получите заключение эксперта с расчетами стоимости устранения недостатков. Расходы на экспертизу и юриста в разумных пределах возместит суд.